Крест Господень должен стать и нашим крестом. Каждый из нас призван стать причастником спасительной силы Креста Христова. О животворящем кресте Господнем говорил в проповеди Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Барсонофии после Божественной Литургии в Крестовоздвиженском храме, известном как Спас на Каменке. Крестовоздвиженский храм – один из самых красивых в Петербурге. Он был заложен в престольный праздник 2016 года. Через год на купол был водружен крест. На Кипре, близ Никосии, есть храм апостола Андрея Первозванного, возведенный по идентичному проекту. Он открыл двери для прихожан в 2017 году. К титр обоих храмов глава фонда «Созидающий мир» Вячеслав Заренков. Первая Божественная Литургия в Крестовоздвиженском храме была совершена в престольный праздник 27 сентября 2018 года. 11 октября того же года Митрополит Варсонофий осветил храм. Как воины христовые с хоругвями и святыми иконами, под торжественное пение архипастырь и священники, прихожане обошли храм крестным ходом. Каждый раз, обращаясь к прихожанам с проповедью, владыка Варсонофий находит простые и боговдохновленные слова. Мы с вами имеем силу божественно всех бесов под силой креста, поэтому мы все с вами носим крест, осеняемся крестом, крестом ограждаем и врагу противляемся, не боимся коварства и ловительства. Мы с вами крестом освящаем воду на крещение, на болебнах. Этой водой освященной мы освящаем самих себя, питаем свое тело и свою душу. Мы видим, как крест украшает наши храмы и как с крестами боролись после революции большевики. И они сразу сносили кресты, чтобы храмы стали без крестов. Почему? Бесы боялись креста. Поэтому вот были кресты сразу уничтожены, потому что бес не может терпеть креста. А мы ведь имеем такую силу. Мы говорим, Господь нам дал эту силу, и мы ограждаться должны всегда ею. Храму были подарены собрания проповедей святейшего патриарха Кирилла и митрополита Варсонофия.